Так, слышишь, динозавр-то заколебал тут всех мочить? А давай на динозавра сейчас уроним его. Привет, с вами Велсаком, у меня на столе PlayStation VR, помните, мы с вами в него играли, и нам было весело. А сейчас он на нас валяется без дела, потому что VR это все-таки целое событие. Нужно настроиться, надеть шлем, чтобы тебя не укачало, не тошнило и так далее. Единственное, где можно его еще сейчас по фану использовать, это для автосимуляторов, тот же GT Sport. Черт, обида, 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 я вас почти выиграл. Sony, кстати, за это время обновила шлем, сделали его более удобным, доработали какие-то мелкие недочеты, вышел HTC Vive новый, Oculus выходит, и все это вроде круто, но у вас нет ощущения, что виртуальная реальность умирает. Ну, реально людям не очень хочется, и какая есть альтернатива? Очень простая, дополненная реальность. Чистый AR существует сейчас, ну, разве что на мобилках, тот же ARKit на iOS, и уже появилась вторая версия, стало вроде как круто, Google поддерживает эту же тему, но хочется чего-то большего, какие-нибудь очки, и очевидно, что работа в эту сторону идет. И смотрите, какая ситуация, у нас есть полудохлый VR, который, очевидно, пока не взлетел, слишком низкое разрешение, непонятно, как работать с вестибулярным аппаратом, людей реально укачивает, они блюют и так далее. И есть дополненная реальность, которая тоже на сегодня не совсем в том виде, в котором хотелось бы ее видеть. Что можно найти посередине? Mixed Reality, скомпоновать VR и AR. А что, если я скажу, что мы добыли самый навороченный девайс Mixed Reality, в который вложены миллиарды долларов от Google, Alibaba и многих других компаний, там, AT&T какой-нибудь? Я говорю про Magic Leap One. Сейчас мы эту радость распакуем и протестируем. Поехали. Перед тем, как мы доберемся до Magic Leap One, расскажу вам историю полную боли. Есть у меня вот такая штучка, называется Oculus Go. Видите, в коробке, прям в пленке запакованная. Я добыл ее первой в России. Это действительно крутая штука. Это, по сути, самсунговский, помните, Gear VR? Только здесь свой экран, все это работает на Android. Крутая штука, порнуху там смотреть, одно удовольствие. Но я не стал его распаковывать, потому что я вроде его взял, и а что с ним делать? Напишите мне в комментариях, стоит ли вам вот такую фигню демонстрировать, либо это вот... Пока. Больше того вам скажу, будучи на CES 2018 в Америке, в январе этого года я купил вот такую вундервафлю, которая называется Star Wars Jedi Challenge. И здесь эта фигня работает на основе шлема от Lenovo. Здесь есть специальный лайтсейбер, можно махаться с Дартом Вейдером, с каким-нибудь Кайло Реном. И, как видите, она также запакованная. Я что-то тоже не дошел до нее. Блин! Это мы не будем кидать, жалко. Вы скажете, Валя, ты там про Mixed Reality нам что-то пел? А есть же HoloLens от Microsoft. Более того, Microsoft сейчас запустила программу, которая называется Windows Mixed Reality. И та же Lenovo делает шлемы достаточно доступные. Пожалуйста, покупай пользу. Я вам скажу, что у меня есть один такой. Вот так он выглядит. И мне тоже лениво его распаковывать. Я не знаю, что со мной происходит. У меня куча всяких гаджетов, они лежат у меня на складе. И я не знаю, что с ними делать. Пожалуйста, поставьте лайк, если вам интересно, чтобы мы их наконец-то распаковали, рассказали вам. Потому что здесь много всего классного. Но это обычное устройство. В нем как бы нет магии какой-то. А знаете, где она есть? В Magic, мать его, Leap One. Explorer Edition стоит 2300 долларов. Нигде толком не продается, потому что это комплект для энтузиастов, пионеров, тех самых эксплореров. И мы такой добыли. Вот такая белая, ничем особо не примечательная на самом деле коробка. Но внутри живет магия. Давайте же узнаем, наконец-то, что там внутри. За что такие деньги? Что это за проект такой? Краудфандинг. Они в 2015 году показали концепт, который взорвал всем мозг. Ребята просто такие, вот примерно так мы видим будущее. И это такое вау, 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 вау. Я ровно так себе это и представлял. Ровно так это и выглядит в фантастических фильмах. Я хочу, чтобы интерфейсы были вокруг меня. Примерно так, кстати, все демонстрировал Microsoft в первом ролике про HoloLens. Потом оказалось, что он не очень умеет мерить расстояние. В целом, то, что происходит вокруг. И, конечно, эта самая реальность, она не вокруг тебя, а как-то в одном маленьком окошке. И эти технические ограничения немножко поломали ту самую магию. А здесь же мы имеем вроде как более продвинутое решение. Тут чуть ли не военные технологии, которые потом пришли на благо цивилизации. Вообще человечества. Что же мы видим в комплекте? Quick Start, Git, это понятно. Здесь у нас также какая-то специальная фигня. Safety, Regulator Information. Это нам неинтересно. Ну, а дальше само устройство. Начнем с пульта управления. На самом деле, примерно похоже на то, что мы видели в случае с VR и AR. Подобные контроллеры есть как для Oculus, так и для любого другого шлема. Здесь удобно. Единственное, что он один. То есть, две руки взрять не получится. Ну, как бы и окей. Один тоже достаточно. А дальше нас ждет сам юнит. Выглядит он максимально футуристично. Вот такие вот очки. С огромным количеством камер. Здесь все прям красиво. При этом они очень удобные. Здесь прям круто сделано. Вложено в R&D и вообще в дизайн устройства куча ресурсов и бабла в том числе. Фантастически выглядит. Уже для Explorer Edition это уровень. Как будет выглядеть потом девайс для всех, это мы посмотрим отдельно. И самое кайфовое то, что сам процессинг юнит находится вот в такой не очень большой коробке. Которая, как видите, по огромному шнуру подключается непосредственно к очкам. Я даже не знаю, что это. Очки, шлем. Ну, наверное, что-то среднее. И кайфово то, что вы можете вешать это на карман или в целом закрепить у себя на поясе. Таким образом, вы не привязаны ни к какому стационарному устройству. Ну, а мощи здесь достаточно. 8 гигабайт оперативной памяти. А за GPU и цепу отвечает продукт от Nvidia. В общем, ребята, заморочились. Упаковано все, кстати, очень круто. Тут, по сути, три блока. Control, Lightwear и Lightpack. И ты можешь открывать дополнительные секции. Тут, например, Control Accessories. Такая специальная коробочка. А в ней лежит что? А в ней лежит зарядка. Потому что у нас здесь USB-C, USB-C. Все очень круто. Шеврончик вот такой вот приятный. Сами ребята из Флориды. Поэтому здесь это обыгрывается через пальмы, море и все вот это. Ну, а также стрип, который ты можешь себе на запястье повесить, чтобы Control, если что, не улетел. Потом так раз открываешь. Здесь у нас FitKit. Специальные насадки для носа и головы, чтобы удобно разместить сам юнит. Здесь у нас такая же специальная штука, где ты можешь найти, опять же, USB-C для зарядки самого юнита. Он очень удобно через новый тип коннектора подключается. Потому что, ну, не дело всякие штуки мутить неприятные. Вот, собственно, и весь комплект. И я уже вижу, что вы такие, давай быстрее расскажи, покажи, как оно работает. Сам хочу, еще не пробовал ни разу. Ребята у нас уже заценили. Орали тут, бегали по офису, как бешеные вообще. Потому что штука демонстрировалась несколько лет в закрытом режиме. Про нее только знали, но никто не видел и не пробовал сам. И даже на уровне слухов она уже получала миллиардные инвестиции. Это миллиардные. Я не шучу. Я не знаю, сколько они денег собрали, но по моим подсчетам уже 5-6 миллиардов долларов, как я и сказал, то обложились самые крупные компании. И все это было на уровне прототипа, все это было на уровне идеи. И когда они сделали юнит, никто не поверил, что то, что они заявляли на стадии прототипирования, можно реализовать в жизни. Так нет, сделали. Перед тем, как отправиться в будущее, давайте расскажу о функции, которая доступна уже в настоящем, но выглядит не менее футуристично. Пришло мне вот такое налоговое уведомление, где сказано, что я должен заплатить 43 950 рублей налога за Porsche Carrera Turbo до 3 декабря 2018 года. Кстати, iPhone по Face ID меня сейчас в этих очках не узнал. Что я делаю? Запускаю приложение Сбербанк Онлайн, выбираю опцию оплата по QR или штрих-коду, навожу это все на квитанцию и вот так вот шустро абсолютно оплачиваю, не снимая свои футуристичные Magic Leap One. Это действительно дико удобно, потому что информации о налоге пока еще даже нет в госуслугах, и здесь у меня все это делается в один клик абсолютно просто, быстро и круто. Да, подтверждаю информацию, вижу, что все введено правильно, нажимаю ОК и оплатить, и вуаля, 43 тысячи улетело в государство. Более того, вам скажу, вот у меня есть долговой документ, не мой, дядя Сережа что-то за квартиру не платит, у него тут что-то 7 тысяч рублей, сейчас и ему тоже оплачу, и вообще функция мега крутая. Если что, Сбербанк Онлайн, имейте в виду, очень удобно. Теперь я хочу показать вам вообще фантастическую штуку, называется она Create, и здесь нам снова нужно отсканировать пространство вокруг, и я снова смотрю на то, что происходит, видите, у нас тут Create Project, и он сейчас, кстати, очень круто показывает скан. Welcome back! Готовы ли вы засетапить свое пространство? И мне нужно смотреть на вот эти кружочки, он показывает их в разном совершенно, в разных местах студии. Если вы не меняете сцену непосредственно того места, где вы используете Magic Leap, то можно каждый раз вот эту карту не строить, просто в данном случае мы ее использовали то в одном месте, то в другом, и, соответственно, он хочет, чтобы вот эти процедуры были пройдены. Смотрите, что происходит. У меня перед лицом висит доска, я ее опустил, и тут всякие ништяки. Во-первых, обратите внимание, как круто строится карта вообще того, что происходит вокруг меня. И я могу взять вот эту, не знаю, кисточку и начать рисовать прямо в 3D пространстве. Жалко, что я не могу прям посмотреть туда. Но я могу выбирать цвета. Ух ты ж, блин, ни хрена себе. Я могу взять, так, я могу взять и вот это все перекинуть куда-нибудь туда. Раз, два. Вот сюда повесить. Ах, красота. Так, теперь я могу взять какие-нибудь гаджеты, например, какое-нибудь колесо. И смотрите, оно упало на пол. Оно не где-то, оно упало на пол. И оно понимает, что оно на полу. И я могу взять какой-нибудь кубик, присандалить к нему это колесо. И все это происходит виртуальной матью реальности. Так, куда пропал мой указатель? Я могу их как-то соединить, да? Да, и у меня теперь вот эта фигня с колесом. Я могу присандалить второе колесо. Ну, вы поняли идею. Смотрите, самое кайфовое. У меня есть динозаврик. Я могу бросить его на пол. И система понимает, что это пол. Я могу взять его и посадить вот на эту коробку. И она понимает, что он на коробке сейчас находится. А он ходит, упал. И смотрите, берем вот этого рыцаря. Бросаем сюда. Бросаем еще одного. Они тут, короче, друг с другом что-то мутят. Третьего. Давайте, мочите этого динозавра. Че вы встали-то? Смотри, вон их ходят сколько. Вон они бегают. У них тут махач. Могу взять какие-нибудь объекты. Например, бургером здесь бросить. Че будет? А, сожрал бургер. А эти что-то бегают друг за другом. Махаются там. Этот здесь. Этому сейчас на голову уроню. Смотри. Стой, стой. Че, куда ты побежал? Ладно, этого я заброшу вон туда, вот на коробку. Хопа. И он у меня на коробке сидит. Короче, полный вообще от ас. Тут есть всякие механизмы. Можно стикеры лепить. Можно еще рисовать, например, какую-нибудь флору-фауну. Зачем мне жить в реальном мире, когда тут такое происходит? И самое кайфовое то, что мы снимаем уже полчаса точно, и у меня не кружится голова, мне не тошнит, мне не хочется блевать, потому что у меня вестибулярный аппарат сейчас не сходит с ума. Я вижу вас и камеру отчетливо, потому что, несмотря на то, что здесь затемненные окуляры, это, по сути, очки дополненной реальности. Но при этом у меня мир практически вокруг. Вот хочется, чтобы пов вот этот был еще шире, чтобы если вот пов будет вот такой, то все. Нахрен вообще реальная жизнь, вот оно будущее. Построил себе мир с динозавриками, ходишь, и вот такой ля-ля-ля. Вспоминается первому игроку приготовиться. А сейчас я покажу вам вообще вышку. У нас есть браузер, между прочим, здесь. Вы можете зайти в интернет, вот его надо поместить куда-нибудь сюда. Я, кстати, сейчас Magic Leap надел себе на надбровной дуге. Так, мне кажется, даже веселее, потому что он не давит на нос. Хотя там есть насадки, и вы можете, если что, выбирать. Смотрите, что происходит. Тут есть табы, а я захожу в Search, выбираю голосовой ввод. Вот так вот аккуратненько, раз-раз. Wildsacom. What else? Не, не угадал. Стой, стой, остановись, брат. Удалить все это нахрен, подожди. Со второго раза должно зайти. Сейчас попробуем. Wildsacom. Сработало. И тут сразу можно выбрать, например, YouTube. А, а поскольку у нас Google, собственно, здесь вложился, мы сразу попадаем вот сюда. Открывается YouTube. И смотрим замечательные видосики в Mixed Reality. Повесил себе сюда браузер. Сюда еще один таб можно открыть. Давайте роличек какой-нибудь. А сравнение камер, например. Бам, с Ваней Лучков нам там вещал. Но поскольку это YouTube, сначала мы посмотрим рекламу, конечно же. Ну, в общем, идею вы поняли, да? Это обидительно. Ты можешь смотреть кино и параллельно делать еще что-то. Это же вообще фантастика. Здесь у тебя вообще киношка какая-то висит в воздухе. И по ощущениям это, ну, не знаю, вот с такой дистанции, ну, 55 дюймов точно. Может, и побольше будет. А здесь у тебя какие-нибудь еще вещи. И когда это офигительное разрешение и так далее, и так далее. А потом в какой-то момент ты просто воспринимаешь это как естественную ситуацию. Надел какой-то такой прибор, он станет меньше. И смотришь вот такое вот видео, которое еще и, видите, трекается вокруг. То есть, если я ближе подойду, то я практически здесь. Если я дальше отойду, то оно все висит в воздухе. Оно не висит у меня перед глазами. Оно не зафиксировано. Охренительно. Давайте порно посмотрим, потому что я прям читаю в ваших глазах через свою Mixed Reality. А можно ли смотреть порно в этом замечательном девайсе за 2300 долларов? А сейчас и узнаем. Так, что тут происходит? Непонятно. А у нас тут придется заблюрить, а здесь зато хорошо. Ты что делал вообще, товарищ? А, он кет протирал, я понял. Так, смотри, я могу подойти и что-то там потрогать? Нормальное же кино. Блин! Но, вы знаете, эффект абсолютно не тот. Вот, когда мы смотрели порно в VR, там было реально топово. Здесь, по сути, просто у меня висит огромный экран перед лицом, и у меня нет никакого интерактива. То есть я не могу ничего потрогать, я ничего не могу сделать. И за счет этого, ну, просто телек. Просто если у вас вдруг нет телека, а вы хотите что-то там посмотреть, то это вариант. Но такое себе. Такое себе. Здесь еще есть стрелялки. На самом деле, контента пока не очень много, и ребята из Magic Leap, они привлекают разработчиков и говорят, ребята, давайте, вот вам юнит, вот вам инструменты, SDK, пожалуйста, пилите под нас. Скоро мы выйдем в консюмеры, и будет хорошо. Я, когда эту штуку первый раз на голову надел, я был настроен максимально скептически. Типа, знаете, ну, серьезно, чем ты меня удивишь? Я HTC Vive видел, Oculus трогал, PlayStation VR играл, и все-все-все. Че тут такого? Но, вы знаете, я вам хочу сказать, что это, вот это, это реально работает как чертова магия. Это раз. Во-вторых, я думаю, что именно за такой технологией будущее. Когда трекается все, что происходит вокруг, он понимает объекты, и это все притречивается, опять же, к тому, что происходит вокруг тебя. Не укачивает, глаза не болят, пока тормознуто, пока работает три часа, пока дорого, пока все это для энтузиастов и пионеров. Но пройдет 10 лет, эта штука станет меньше, станет работать день, и все. И если у вас не будет подобных очков, вы будете сегодня выглядеть как человек без айфона. Вот примерно так. Поэтому, это сарказм, если вы вдруг не поняли. Но идея эта крутая. Я, я в восторге. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Мне очень понравилось. А самое кайфовое то, что, ну, мы попытались передать вам атмосферу того, что происходит вокруг, но видео не показывает. Видео, по сути, захватывает один глаз. Раз. И уже. То есть, там не очень широко, но видео еще уже. Пофа, это не совсем так выглядит вживую. Но все-таки, вот, основное, наверное, что хочется, чтобы они сделали больше, это экран. Это чтобы вот у вас был охват изображения практически как в жизни. Чтобы не было вот этого эффекта зашоренности. Но в любом случае, это победа. Это однозначно очень круто, очень классно. И я прямо в восторге. А я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь на канал, если было интересно. Ставьте, опять же, лайки. И вот где-то здесь практически как в Magic Leap появится окошко. А там что? Там самый свежий видосик, который вам обязательно нужно посмотреть. Сделайте это прямо сейчас. Порадуйте дядю Валю. А я пойду дальше, что-нибудь там себе заценю. Красиво. Кстати, управление очень нативное. Я об этом не сказал, но вот этот контроллер, он прям максимально понятный. Здесь гироскопы, акселерометры. Бжик-бжик-бжик, все прям как положено. Так, давай-ка менюха, оп. Ну что, пойду порно смотреть, что еще делать-то, господи.